Правительство Северной Осетии развитию сельского хозяйства уделяет особое внимание. Производителям оказывают государственную поддержку. Так, благодаря сельхозгрантам в республике возрождается животноводство. Фермеры получают возможность расширять территорию хозяйств, приобретать оборудование и увеличивать поголовье крупного рогатого скота. Совсем недавно в крестьянско-фермерском хозяйстве селения Дур-Дур появились новые обитатели – коровы швидской породы. Приобрести 20 коров смогли за счет грантовой поддержки в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Средства были получены по федеральной программе «Начинающий фермер». Швидские коровы родом из Швейцарии. Предгорные пастбища Осетии пришлись им по вкусу. Порода неприхотлива в содержании и легко акклиматизируется в условиях высокогорья. Тему развития сельского хозяйства мы продолжим с прошлым министром Казбеком Татразычем Вазиевым. Казбек Татразыч, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время заглянуть к нам в студию. Собственно, сегодня хотели с вами поговорить о развитии сельского хозяйства в нашей республике. Северная Осетия традиционно всегда считалась сельскохозяйственной республикой. В советское время у нас возделалось огромное количество культур. Хотелось бы у вас узнать, с какими результатами мы, собственно, в сельском хозяйстве подошли к Новому году, в 2020-м, и вошли в этот год. Спасибо за то, что вы пригласили на сегодняшнюю программу. Значит, основное положение, к чему мы шли весь 2019 год, это было нам в начале года. Значит, поставили перед собой планы задачи и пришли к ним плохим показателям. Так, если сказать, что индекс производства в республике на сегодняшний день, мы входим в восьмые по индексу валового производства. Если учесть, что там 0,1%, то мы входим в пятерку даже. В пятерку чего? Просто вот не совсем понятно для наших зрителей, для валового производства. Регионов по развитию сельского хозяйства по России. Валовое производство продуктов сельского хозяйства за два года последних у нас выросло на 134%. Динамика на увеличение есть. Есть, да. Если мы в 2017 году продукции, валовое производство продукции в нашей республике составляло 22 миллиарда 291 миллион, то в этом году уже мы вышли почти на 30 миллиардов. Ну, наша задача, вот этот основной показатель, который наши аграрии должны достичь, наша задача, вот этот показатель выйти на 50 и выше миллиардов рублей. Это мы разработали программу по заданию главы института Вячеслава Зелимхановича Битарова. И этот показатель нам, мы можем достичь в ближайшие 3-4 года максимум. Каким культурам уделяется внимание в нашей республике на текущий момент, помимо кукурузы? Значит, на сегодняшний день очень хорошими темпами начало у нас развиваться садоводство. Там и ягодники, и питомники. Значит, если у нас за предыдущие годы было всего 1730 гектар, то на сегодняшний день этот показатель мы за два года удвоили. И думаем, этот процесс наращивает. Нам надо выйти в год на то, чтобы мы по многолетним насаждениям вышли на 2000 гектаров в среднем. Это намного прибыльнее будет. С каждого гектара отдача более высокомаржинальной культуры садоводства. И нам вот на это надо обратить внимание. Далее есть, мы вот сейчас разрабатываем программу, чтобы по спаже, которая у нас, кстати, в России единственная такая плантация, 55 гектаров. Мы хотим довести, сделать какую-то, как-то объединить наших фермеров. И нам надо выйти где-то на 600 гектаров. Скажите, пожалуйста, вот эта вся продукция, которая выращивается у нас в республике, она отправляется потом на экспорт в другие регионы? Или же потребление этой продукции происходит у нас в республике? И вообще покрывает ли это нужды республики, вся эта продукция? Ну, как я уже выше сказал, вот валовое производство, от чего мы отталкиваемся. Практически мы себя ничем пока на сегодняшний день, кроме зерном, ничем пока себя не обеспечиваем. Вот подошли близко к тому, что плодовые продукты, в частности яблоко, они этим уже подошли вплотную, что будем обеспечивать. А так у нас на сегодняшний день, сказать, что мы чем-то полностью обеспечены, я поэтому сказал, что нам надо наращивать валовое производство продукции. А в чем, собственно, проблема, в чем загвоздка? То есть можно ли говорить о полноценном возрождении сельского хозяйства вообще и животноводства в Осетии? Или пока еще рано преждевременно? Нет, мы идем большими темпами. Вот я с собой взял цифровой материал. Господдержка агропромышленного комплекса более чем в два раза увеличилась. У нас уже 213% производства зерновых, зернобобовых – 124,4%. Если брать то, что я стал производством плодов, ягод, мы за два года нарастили с 5 тысяч с половиной тонн до 24,4 тысяч. То есть рост налицо в 443%. Вы темпами довольны или пока эти темпы достаточно не ощутимы? Темпами на сегодняшний день. Ощутимый рывок мы сделали практически по всем направлениям, кроме пока на сегодняшний день. А вашего отца у нас хромает, и надо нам в этом направлении будет поработать. А так темпами просто сказать, что показатели очень хорошие на сегодняшний день, на мой взгляд, но это только начало пути. А скажите, пожалуйста, в чем загвоздка с овощеводством? Просто я периодически выезжал на встречи главы с жителями республики, и практически на каждой встрече глава говорит, кому необходимо, мы готовы поставить теплицы, чтобы вы на своих садовых участках, придуманных, могли выращивать и обеспечивать себя овощами, фруктами и так далее. Данная программа, инициатива, она буксует как-то или не находит отклику у наших жителей? Вот сейчас, завтра, кстати, в 12 часов опять мы собираем в Министерстве овощеводов, переработчиков, хотим на какие-то новые методы выйти. Значит, мы общались, эта программа лучше, чем у нас работает у соседей в Кавадзе на Балкаре. Мы плотно с ними общаемся, завтра приглашаем оттуда тоже человека, чтобы с нашими овощеводами мы поговорили. В этом году по заданию главы республики мы постараемся оказать поддержку, беспрецедентную поддержку, если в Кавадзе на Балкаре за гектар овощей будут платить в виде субсидий 12 тысяч платят, мы решили в этом году 40-50 тысяч. То есть мы, я думаю, в этом году начнем, 20-21 год мы овощеводство изменим. Просто у нас привыкли вот более такие культуры, как кукуруза. Кстати, ничего в этом плохого нет, мы очень неплохо по России смотримся в этом. У нас в этом году, точнее в прошлом году, какие-то рекордные урожаи были, насколько известно. Да, мы вырастили 791 тысячу тонн, это впервые за всю историю Осетии такой урожай получен. Если бы нам не помешала засуха в Моздорской части Кирска и Правобережного района, я думаю, мы бы вышли на 850-900 тысяч, это был действительно рекорд. А скажите, пожалуйста, вот судьба этой кукурузы, в дальнейшем она отправляется в какие-то другие регионы или же остается в Осетии? В основном зерно наше вывозится, это неплохо. Чем больше будем производить и вывозить, сейчас все страны в мире будут за то, чтобы больше экспортировать продукции. Я думаю, чем больше будем вывозить, тем больше наши села будут получать денег, наши аграрники. Нам на сегодняшний день основная наша задача, это надо возродить класс зажиточных жителей села. И вот в этом направлении мы должны проработать. Да, и очень хорошо, если у нас будут большие предприятия, но нельзя забывать вот о мелких сельхозтоваропроизводителях, на которых, я думаю, можно построить нам завтрашний день на селе. Давайте поговорим о таком интересном средстве поддержки со стороны государства, как гранты. Мы делали отдельный сюжет некоторое время назад про грантовую поддержку, в частности, сельскохозяйственные гранты. Скажите, пожалуйста, насколько востребованы данные гранты со стороны населения? Как часто к вам в министерство обращаются за помощью и пытаются получить данные гранты? Гранты у нас не то, что востребованы, за ними стоят в очереди, если честно. Мы принимаем практически в год не менее 500-600 человек, которые хотят, разъясняем, беседуем с ними. Кто желает, подают свои документы на грантовую поддержку, рассматривает комиссия. Вот, кстати, в прошлом году мы впервые такое количество небольших предприятий создали, 122 новых предприятий. В каких отраслях они работают, то есть направления какие деятельности? В основном это в животноводстве. Мы сделали основной упор на то, чтобы возродить в республике животноводство. Было, допустим, у нас 17 тысяч маточного поголовья овец осталось в республике. Против 126 советские времена. Вот, при непосредственной поддержке бюджета республиканского и федерального, основные деньги там были, республиканские деньги. А чем продиктовано такое падение? То есть с 126 тысяч до 17 тысяч? Люди теряют интерес к животноводству? Это неприбыльно или это неинтересно? В чем проблема? Нет, сегодня это прибыльно. Мы объяснили нашим животноводам. И у нас сегодня уже, кстати, 51 тысяча голов против 17 маточного поголовья. То, что у нас было. Если такими темпами пойдем, 20, 21, 22, за три года мы практически произведем уже то же количество, в районе 100 тысяч, что у нас было раньше. Я думаю, надо работать с сельхозтоваропроизводителями, объяснять, что для них сегодня выгоднее. Вот мы собрали тогда в ЦИОДов раз, два, три. Потом пришли к одному мнению, начали оказывать им поддержку. И вот сейчас мы думаем, что мы в этом направлении очень хорошо продвинулись. Также мы сегодня вот такую же работу провели и по развитию садоводства. И тоже очень хорошо мы сдвинулись в этом направлении. Одна из приоритетных программ, новая для республики, мы хотим заняться серьезным производством рыбы. Рыбоводство. Значит, если в 2017 году у нас было 320 тонн рыбы, то в этом году уже имущественно 2550. Но это мало. Наша республика, наш потенциал республики производить порядка 30 тысяч тонн форелей. Это очень, на мой взгляд, будет востребованная продукция, которая, естественно, будет вывозиться за пределы нашей республики. Естественно, наши сельхозпроизводители будут получать большие деньги. Казбек Татрасович, вообще, говоря касательно грантов, есть такая порочная практика, что многие предприниматели стараются получить какие-то субсидии, собственно, грантовые, и в дальнейшем эти средства используют не по назначению. Как у вас происходит вообще система контроля, система мониторинга эффективного расходования средств, полученных в результате грантовой поддержки? Значит, мы ввели такую форму контроля. Естественно, мы, как министерство, не можем... Мы не контролирующие структуры, мы не контролирующие органы. Но мы сделали несколько таких... Учли несколько моментов, когда раньше действительно иногда бывали такие случаи. Деньги, которые получают, не имеют права расходовать, пока они не заключат договор. Мы не проверим, откуда они получают поголовье скота. И, ну, на сегодняшний день еще практически мы... Вот такого у нас за последние два года практически не было. То есть вариант, что люди не туда используют деньги, сегодня, я думаю, исключается. Скажите тогда, какие проблемы есть на текущий момент вообще в сельскохозяйственной отрасли? Что является препятствием для развития? Как я сказал раньше, мы только на начале пути. Если вот смотреть на наши проценты, то здесь очень высокие проценты. Но это смотря, от какой цифры отталкивается. Я сказал, что мы на начальном этапе того, что мы должны сделать, возродить сельское хозяйство. То, что у нас основные такие моменты, на которые нам стоило обратить внимание, и мы над этим работаем, это мелиорация. К сожалению, 76 тысяч 700 гектар. То, что были у нас расширяемые земли сегодня, расширяется всего 7-8. Есть очень хорошая форма поддержки у граждан, но, к сожалению, пока наши сельхозтовары производители недостаточно крепкие, чтобы вот в этой программе поучаствовать. Мы работаем с ними, думаем, это в этом направлении тоже у нас будут двиги. Второе, то, что я раньше сказал, это овощеводство. Вот в овощеводстве, я думаю, нам надо максимум усилий приложить, чтобы вернуть переработку, вернуть потребление плодов по нормам медицинским. То, что мы должны потреблять в республике, это порядка 83 тысяч тонн, даже чуть выше. Мы на сегодняшний день производим, я учитываю только то, что производит сельхозтоваропроделитель без личных подсобных хозяйств. Мы производим всего порядка 17-18 тысяч тонн, что крайне мало. Если учесть, что личное подсобное хозяйство еще какое-то количество продуктов овощеводства выращивает, то нам надо вот эту цифру практически за 2-3 года увеличить в 2,5 раза. Это порядка 2-2,5 тысячи гектаров, чтобы наши люди пошли опять в овощеводство. Отвыкли работать в овощеводстве наши люди, и там специальная техника, она дорогая, и мы сейчас будем думать, как со всем этим. И последний вопрос. Как обстоит ситуация с техническим оснащением наших фермеров, сельхозпроизводителей, животноводов? Значит, 2 года назад, когда только я приступил к работе, меня пригласил Вячеслав Зиме Михайлович. Задача была поставлена, одна из таких круглых камней. Это мы должны были уйти от той техники, которой по 20-25 лет. И задача перед нами, перед министерством, руководством республики, была поставлена такая, чтобы быстро нарастить оснащение. Значит, 157 миллионов на 157 миллионов республика купила в 2017 году технику, а в 2019 уже купили на миллиард 65 миллионов. То есть практически очень большими темпами мы проводим выставки, люди смотрят, люди интересуются. Вместе с нашими сельхозпроизводителями выезжаем на выставки. И вот это свои плоды принесло. Я думаю, последние 2 года то, что и погода нам как-то помогла в этом. Наши сельхозпроизводители заработали деньги и повернулись лицом к оснащению самих себя техникой, оборудованием. В этом направлении, я думаю, мы очень хорошо движемся. Спасибо вам. А у нас в гостях был министр сельского хозяйства республики в Азии в Казбек Татразович. Надеюсь, в ближайшее время мы с вами увидимся. Спасибо. Спасибо.